Очень вкусный, очень верный, я тебе перейду в Италии. Благодарю вас, дорогие друзья! Да будет так! Будем быть! Ну, брат, мы еще повторим эту историю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Далиев Захид из Узбекистана. Город Харез. 22 года ему. Рисовая категория до 57 килограмм. 160 сантиметров рост. Профессиональный дебют для этого парня. Но вы знаете, что сотни спортсменов прошли через этот проект. Львиная битва. Десятки из них получили свой шанс выступить в клетке. Если вы, дорогие друзья, хотите принять участие, чувствуете все силы, уверены, что сможете показать отличный бой, то под этим видео будут все необходимые ссылки, куда можно послать свое резюме. Следующий отборочный этап и последний, четвертый, состоится в Москве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что дерзайте. Рустам Рахмонов, может быть, именно для таких, как вы, сделал этот турнир, чтобы у вас было большое будущее. А с синего ума приглашается его соперник. Встречайте! Абдурафик Улашев! Абдурафик Улашев Абдурафик. В Узбекистану свободно Игорь Михеевич или 10 килограмм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будет Абдурафик он 170. Ну, весовая, конечно, та же самая, до 57 килограмм. Видимо, что захит заряжается, настраивается на бой. Абдурафик выглядит более спокойным, сосредоточенным. Последнее приготовление перед выходом в клетку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, дорогие друзья, представляю вам бойцов данного поединка. Справа от меня боец из красного угла. Он представляет Узбекистан, город Харазан. Его возраст 22 года, рост 160 сантиметров, вес 57 килограмм. Захи Толиев! А слева от меня боец из синего угла. Он представляет также Узбекистан из города Самарканд. Его возраст также 22 года, рост 170 сантиметров, вес 57 килограмм. Встречайте, Абдурафик Улашев! Итак... Студия, обратите внимание, синий угол не сделал вес. Желтая карточка. Желтая карточка, потеря одного раунда. Итак, рефери в октагоне Владимир Бала. Полицы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, права не нарушаем. Головой не бьем вообще. В затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями в голову допускается работа только в стойке. Заседкой перчатки шорка не хватает. Внимательно. В партере 30 секунд работаем. 30 секунд прошло, подъем. Покажите красивый бой. Угла. Ну что, дайте шуму. Угла, бога. Призвал показать красивый бой Владимир Балалан. Ну, на это мы и рассчитываем. Парни заряжены на схватку. Захид Талиев против Абдурафика Улашева. Поединок начался. Пытается раздергать своего оппонента сейчас Абдурафик. Ждет он, когда Захид пойдет в атаку. Лоу кик. Очень заряжен. Вот так вот сейчас выглядит Абдурафик. Как будто он на одну атаку все ставит. Идет вперед, пытается пробить удары. По воздуху пролетает. Захид легко уклонился. Хороший внутренний лоу наносит Талиев. Пока что мы наблюдаем разведку. Что-то хайкекает. Сразу же проход в ноги. Но Захид пытается выйти на гильотину. Вырывается Улашев. Опасно было достаточно для него. Снова лоу киком беспокоит его Захид. Формат боя у нас три раунда. По пять минут. И первый раунд у нас уже проигран. Абдурафиком Улашевым и за счет желтой карточки. Потому что он не сделал вес. Зрители подбадывают обоих бойцов. Призывают к более активным действиям. Хороший лоу. Мощный наносит сейчас Захид. Но спокойно. Спокойно выглядит Улашев. Наносит сам ответ. Занимает он центр клетки. Зашимочный удар проходит сейчас Захид. Но он не развивает атаку. Пытается, пытается развергать своего оппонента. Удар с разворотом по воздуху. Падает он. Накрывает тут же Абдурафик своего оппонента. Пытается выйти в маунт. Но Захид спокойненько забирает сейчас шею и будет гильотина. Опаснейшая ситуация для Абдурафика. Очень хороший плотный захват. И все. Тача. Ну вот попался к Табхану. Плашев Абдурафик. И Захид здорово и четко провел этот удушающий прием. Отличный, красивый бой. Абдурафик. Хороший, удушающий. Как думаешь, хороший бой? В Болонусе был очень мощный бой. Абдурафик, как бы ты? Я думаю, надо будет скоро делать ставки в компании «Мост Бет» Узберистан. Ну что, дорогие друзья, в этом бою удушающим приемом победы одержан в первом раунде Таир Захиев! Поздравляем, Захида Талиева, с победой. Кажется, у нас два боя завершились в первом раунде. Абдулафик, иди сюда. Слушай, ну ты хороший бой, показал серьезную позицию. Расскажи, чего не хватило? Что... Какой был план на бою? Что, на самом деле? Добро пожаловать в наш канал. Можно. Что, на самом деле? Кирилландер. Узнай был ящик. Соперник. Хамангар Ахмад. Спасибо. Чуману орханнун Кирилланд. Суур топ-лэр. Ты старт-дораке. Хамангар Ахмад. Узор. И чай-то на плавматы. Ну что, нет побед без поражения. Молодец, отличный бой показал. Долуим зоху. Тайсы. Что? Эмоции возгоня. Хамангар Ахмад. Аллахмалейкум. Хамангар Ахмад. Хамангар Ахмад. Хамангар Ахмад. Хамангар Ахмад. Белый. Я ищенщик. Я себя не получу. Я вам обману. Хамангар Ахмад. Я вам подогнал. У меня очень много спасибо. Вот. Парасов. 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 Ахмад. Слушай, у меня сразу один вопрос, для чего ты вышел у нас в маске, что ты символизируешь этим? У меня вот, мечта была у меня, вот эта мечта. Вот я... Спецназ попасть, да? Да, у меня мечта не была, вот я работаю. Вот сегодня у меня мечта... Ну что, отлично, отлично, это самое главное. Омолиларды версия. Бой мощный, раман. Самый главный бой, дружба, уважение. Пример, бурас, лагер. Дёсла, блогер бы моксулара, yok и тиктокер, yok и видеомонтажер бы моксулара, yok и фотошопты. Хамма курс, дёсла. Манустрент онлайн мактабында бу. Кирилл, курс нолилл, вам было мергёсилл. Хамас мощный бульады. Кётчик. Следующая пара весовой категории до 62 килограмм. В красный угол октагола приглашается баэс Узбекистана. Встречайте! Мурат Мухаммад Диэк! Всем привет! Мы находимся в клубе «Лидер Спорт». Это борцовский клуб Сергея Никитина. В данном клубе тренируется Мурат Мухаммадиев, участник телепроекта «Львиная битва». В данный момент Мурат больше делает акцент на борьбу, так же на ударку. Как работа в паттере, так и в стойке. Я хочу что сказать. Он, в принципе, парень характерный. Очень характерный. За счёт его характера у него всегда очень много чего получается. Он всегда слушает первое тренера своего, что он ему говорит, как делать. Это самое главное, что боец лучше тренера. Многие этого не делают. В плане телепроекта я хочу что сказать. У него очень хорошие шансы есть победить там. Если он будет всё правильно делать. Тактику свою и так далее. Так что я желаю ему победы. Я хотел ещё очень сильно поблагодарить Рустана Рахмонова за то, что он сейчас делает телепроект «Львиная битва». Он даёт бойцам, участникам раскрыть себя в плане как медийности, так и бойцов, профбоёв имеется в виду. В данный момент в Петербурге очень мало сейчас у нас боёв и организаций. Так что то, что он делает, я считаю, что это очень правильно. В дальнейшем я хочу, чтобы канал его очень хорошо раскрутился. И в жизни у него всё хорошо шло. Спасибо большое за телепроект «Львиная битва». Увидимся там. Что я хочу сказать. Ну, Мурат – парень очень волевой. И это он не раз уже показывал. И это, наверное, его самая главная черта – ментальность. То есть, правильная ментальность, настрой и уверенность в себе. На самом деле, многие есть ребята, которые технически очень хорошо оснащены. В плане, там, разная техника, да. Всё получается на тренировках, но ментальная слабость не позволяет побеждать. У него в этом случае, я скажу, это сильная сторона. И поэтому он может в любой момент сделать в бою, удивить любого технически сильного соперника. Он может удивить именно своей нестандартностью. Вот что я хочу сказать. Я Мухаммадиев Мурат. Я представляю борцовский клуб. Я в Санкт-Петербурге нахожусь очень давно. С 2013 года. Я закончу тут учёбу, колледж. И также я сейчас учусь в университете. Университет приемпа Еврайзис. При юридических наук на третьем курсе я. Насчёт «Львиная битва». Я увидел в инстаграме у Рустама Рахмонова. Пришёл к нему в кастинг. Приняли в кастинге. Как я думаю, этот бой пройдёт очень хорошо. Как я думаю, соперник тоже очень хороший. Кстати, он тоже борец, ударник. С воли Свишнева, как я думаю. Килограмм. Орлов Тим. Мурат Мухаммадеев из города Самарканд. Из Узбекистана. 21 год. 62. Вес. 178 сантиметров рост. Что ж, очень любопытно. По любителям у него 8 побед. Из них для нокаута 2 поражения. И даже в профиль он провёл один бой и выиграл его. Ну что ж, парень опытный. Всё это в 21 год. Уже такой хороший послужной список у него. Хорошие бои у нас показывают, ребята. Встанет боец из синего угла. Встречайте! Хонубек! Бурьев! Как бурьев, Бурьев, Хонубек. Узбекистан отлетён. Игра Матойрёш. 24 килограмм. Послужёнок. olarы. Бурьев слайд!!! Пресс もач scanчуý. Играет музыка. Грома0. Б magazine. Скажу как он поблагодарил. Скажу как он. Субтитры делал DimaTorzok Это мой из всех этих учеников такой более, так скажем, самый опытный, что ли, из всех этих пятерок, кто выступает. Парень в районе года тренируется, но очень сильно прогрессирует, как в ударке, так и в борьбе. Пацан реально радует своими успехами, выхватывает быстро, учится, коммуникабельный, дисциплинированный, опять же, тоже хороший пацан. Ему тоже пацана выбрали, то есть соперника опытного, ранее участвовал он в первом, по-моему, турнире Битва Львов. Парень очень в спорном бою проиграл, техничный парень, хороший, вот, я хочу, чтобы, вот, прям показали, прям красивый, зрелищный бой, не имея от результата. Конечно же, мы будем надеяться, что он выиграет и сделаем все для того, чтобы он выиграл, то есть, подсказками, подготовкой, но соперник тоже не подарок. Посмотрим, посмотрим, кто, так скажем, более умнее, да, строительство устойчивее, тот и выиграет, потому что это арена, там много тысячной аудитории, это там в ютюбе будет смотреть, перед этим еще, там, публика будет, кто свой страх и волнение переборет и сможет услышать своего тренера и по наставлениям поработает, тот и выиграет, я думаю. Все, всем удачи! И самое главное, без серьезных травм обошлись. Всем бойцам удачи! Мы взглянем поближе на его оппонента, это Канубек Буриев из города Андижан, республика Узбекистан. 24 года, 62 килограмма рост, ну, вес, простите, рост 170 сантиметров. По его послуженному списку пока, к сожалению, ничего не сказано, возможно, это для него дебют. И посмотрим, насколько он готов к схватке с той, со столь опытным бойцом, как Мурат Мухаммадиев. Итак, дорогие друзья, представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня боец из красного угла, представляющий команду Орлов Тим. Он из Узбекистана, город Самарканд. Его возраст 21 год, рост 178 сантиметров. Он провел 8 побед по любителям, из них завершил двумя нокаутами. Также у него есть профессиональный дебют и два поражения по любителям. Встречайте, Мурат Мухаммадиев. А слева от меня боец также из Узбекистана, из города Антиджан. Возраст 24 года, рост 170 сантиметров. Он представляет команду Исааком Тим. Встречайте, Буриев Понумер. В студии, обратите внимание, синий угол, Буриев весь не сделал. Желтая карточка. Рефери в октагоне Владимир Бала. Рефери в октагоне Владимир Бала. Ну, и мы с вами ждем красивый бой. Мурат Мухаммадиев, Ханубек Буриев. Оба бойца из Узбекистана. Поединок начинается. Мурат так сразу занимается надрактагон, наносит лоу-кик. Заряжен он, отвечает ему Ханубек. Вызывает на обмен лоу-киками, я так понимаю, да? Решили порубиться парни. Ну, что ж, это очень здорово. Хороший настрой у обоих. Опять лоу, обмен ударами сразу. Ханубек идет в прыжке, а коленом пытался нести. Попадает он на захват своей ноги. Сейчас постарается Муратова перевести в партер. Почти удалось. Хороший, хороший плотный поединок. На встречных курсах у нас идет. Опять лоу-кик Буриев отвешивает. Встречает мощными ударами Мурата. Прошел с ударом, отрывает своего оппонента, бросает его Буриев. Занимает сейчас положение сбоку. Несколько мощных ударов по голове наносит. Мурат буквально выживает под градом этих панчей мощных. Сам переходит в атаку, но Буриев вот тут же вдавливает в дверь октагона. Не давая никакого пространства Мухаммадееву. Снова пытался сейчас вырвать его. Мурат тоже решил побороться. Позиции сменяются как в калейдоскопе. Пока непонятно сейчас кому больше напользует борцовский клинч. Но Буриев серьезный ущерб нанес своему оппоненту. В ударной технике. Кипят, кипят. У нас здесь эмоции удается. Мураду бросок. Тут же Буриев пытался накатить. И в принципе даже довел, до логического завершения, эту всю историю. Мухаммадеев хочет на спину. Сейчас запрыгнул своему оппоненту, взять удушающий. Получится или нет? Буриев это понял. Руку зафиксировал. Спину сейчас отдает Буриев. Цепляется несколько раз за сетку. И Владимир Балава делает замечание. И у нас что, заканчивается первый раунд. Классный бой. Мурада, Орлов, Тим. У нас такое принципиальное противостояние двух команд. Сразу же идет сам в атаку Ханубек. Удается ему тейкдаун. Сейчас пытается он ноги обойти. Мурад понял, нужно в гард закрывать своего оппонента. Но тут страсти уже кипят, дорогие друзья. Походу соперничество двух команд мы наблюдаем во всей красе. Удается, удается Буриеву сейчас проход гарда. Вылезает он в маунт. Если вырвет голову, то вообще будет для Мурада не очень все хорошо. Но ему удается продержаться время, необходимое для отведенной на борьбу в портре. Бек Исаков яростно очень так подсказывает своему подопечному. Мне кажется, он сейчас сам готов в клетку просто ворваться, там сетку порвать. Идет опять Ханубек. Подгоняемый Беком Исаковым. Вырывает своего противника. Почти удался ему бросок. Но он такой немножко не довел до его дологического завершения. Получается, что не на себя уронил. Но между тем занял положение сверху. Не дает своему залеживаться, своему визави. Постоянно его тревожит. Наносит удары то коленями. То буквально плющит его от канвас. Но пока что, знаете, Буриев выглядит попредпочтительней. Хотя напомню, что у Мурада Мухаммадеева 10 любительских, один профессиональный бой за плечами. А вот про Буриева мы, к сожалению, сказать ничего не могли до этого боя. Кроме того, что сейчас мы уже видим, что он и техничен, и достаточно искушен. И настырил на своих действиях. Пытается он пробить своего оппонента в технический нокаут. Несколько ударов нанес ему по голове. Удалось встать Мухаммадееву. Что, шею будет на гильотину поджимать? Да, похоже, ищет, ищет, ищет сейчас. Удушающий Мурат. Да. И смотрите, идет сейчас удушающий. Вот сейчас попал в гильотину, он убег. Ситуация серьезная для него. Мурат искал свой шанс и нашел. Удастся ли Буриеву продержаться на 30 секунд? Отчаянно пытается его Мурат растянуть. Ханубек продержался. Руки у Мурата подзабились. Он вкладывался полностью в это проведение этого приема. И сейчас еще может быть, что для него это сыграет плохую службу. Ну, вы сами все слышите, дорогие друзья. Постоянная накачка идет из угла Буриева. Постоянно его гонят в бой. Бег Исаков. Тейкдаун. От Ханубека. Даже секундантом успел тут чуть ли не прописать. Бег Исаков. Требовать активности. Начинается у нас решающий раунд. Сразу же идет Ханубек с лоу-кейком. Еще один пытается пробить. Третий наносит. Мурат выжидает. Но если бы позволяет он Ханубеку наносить лоу-кейки, так Ханубек его и будет окучивать, пока ногу ему не отшибет просто. Пытался. Ух, мощнейший удар в голову проходит. Буриев старается развить успех. Мурат показывает, что не потрясен. Говорит, давай, 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 зарубимся. Но снова лоу. Кипят здесь трассы, дорогие друзья. Не только в клетке, но и возле клетки. Секундант обоих бойцов ведут этот бой. Обмен ударами. Проход в ноги. Неторопливый. Усталый проход, но в то же время эффективный. Удается Буриеву забраться сейчас в маунт. Надо поработать на активность. Чтобы получить преимущество в судейских записках. Мурат пока что просто сопротивляется, выживает. Но он ничего сделать не может. Он в очень неудобном положении прижат. Сеткин. Но Буриев наносит несколько ударов ему. Мурат встает. Демонстрирует выдержку. Характер. Молодец. Продолжает идти вперед. Вызывает соперника огонь на себя. Зажигает его. Ну что, сейчас концовка раунда пойдет. И концовка этого боя. Кто ее вырвет, тот и победит. Пока что, пока что Ханубек Буриев забирает. Свою пользу ее. Очередной успешный тейкдаун. Он проводит. Какие страсти у нас кипят, дорогие друзья. Вы только видели. Секунданты там всей душой там. Секунданты всей душой там. В клетке вместе со своими подопечными. Две команды тут вслеснулись. Исаков Тим и Орлов Тим. И бойцы сейчас отдают всех себя для того, чтобы вырвать эту победу. Тейкдаун от Мурада. Он в маунте. Сейчас вот для него последний шанс вырвать победу в этом бою. Растягивает он соперника. Удается, удается свипануть Ханубеку. Напомню, что это тоже оценивается. Ну, сил уже нету. Видимо, что у Мурада уже сил просто нет. Не удержать ему было Буриева. Хотя, казалось бы, в маунте он был. И заканчивается у нас этот бой. Классный бой. Классный бой. Ждем у судейского вердикта. Помятую о том, что желтая карточка была у Буриева. Но я думаю, что все-таки ему будет присуждена победа. В этом бою победу одержал боец из синего угла. Ханубек Буриев. Ну что, зал взрывается аплодисментами. Ханубек Буриев вырывает победу в этом бою. Поздравляем его и команду ИСАКОВТИМ. С этой отличной, красивой победой. Благодарим Мурада Мухаммадеева. Ханубек, ты молодец, что я хочу тебя поздравить, дать тебе слово на право победителя. Что скажешь, привет кого передашь. Спасибо всем. Благодарим. 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 Достойный бой. Оба красавчики. Мурат, что скажешь? Что не хватило? Ты будешь выступать еще. Зрелищный бой. Салам алейкум. Эй, мужики, дамы и господа. Вы думаете, я проиграл? Конечно нет. Это не проигрыш. Он меня не вырубил, не сломал. Конечно, не женясь за грубый, за мой французский. Не раздебал. Раздебал бы я признал собой свое это. Но, брат, мы еще повторим эту историю. Сволить свечу. Прямо сейчас. Готов. Готов. Нет, нет, нет. Следующий турнир. Да, лучше следующий турнир. Они друг друга почувствовали. Следующий турнир поставим. Да? Пообщаемся по поводу этой темы. Нет, все равно он весь не сделал. Весь все равно решает. Хорошо. По поводу этого решим. На следующий. Красавчик. Что-нибудь скажешь еще? Ас-саламу алейкум, Самаркан. Досбитский, Третья баня. Вы не обессудьте, что сегодня я проебал, но я еще вернусь. Как я тот раз тоже повторил. Они все ли вы? А я охотник. Я еще вернусь за вами. На охоту еще охота начнется у меня. Саламу алейкум всем. Кто смотрел, кто поддерживал. Спасибо вам. Спасибо. Вы есть, значит мы есть. Вы нету и нас тоже нету. Дальше и больше. Саламу алейкум. Красавчик. Мощный, мощный бой. Ты знаешь, я кого увижу? Волосатого Тайсона. А ты что? Серьезно? Вот он. Выходи сюда. Давай пригласим сюда, конечно. Он хотел подраться. Да, ты что? Да. Потом даться к им что-то у них. Заходи, друг мой. Ты английский знаешь? Я английский не знаю. А ты? Я тоже благословил. А он русский знает. Русский знаешь, да? Ну что, даем тебе слово. Здравствуйте всем и спасибо за приглашение. Эй, пипо! Ей! Ты сразу зашел. Вот один левер пришел. Не могу сагравкардись? Да, он. Прошли, трудно. Он должна привезти его со мной. Он и приехал. А ты совсем готов? Ты хочешь со мной? 2-4 на 7. Ты что скажешь? Ну, я принял визу. Если ты точно, действительно уверен, что ты можешь против со мной. Ну, аккуратно. Я очень сильно кусаю. Ты только кусаешь. Очень вкусный. Очень стерный. Я тебе предупреждаю. Я всегда готов. Я всегда готов. Тогда, ребята, организуй турнир. Организуем бой. Организуем бой. Я приму визу. Садитесь все. Серьезно? Не тебя. Не тебя. Стрельчим. Организуем. Осторожно. Стрельчим. 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 Давай. Осторожно. Газово-трана. Газово-трана. Окей. Давай, бро. Будет бой. Я жду тебя. Будет, да? Так, готовься еще погрузче. Давай. Фейс-ту-фейс. Все. Давай. Фейс-ту-фейс. Окей, спасибо. Убийс, мазан. Давай, давай, идем сюда. Давай. Да, будет так. Боим бы. Все, бое-бое. Сардон, бое-бое. Спасибо за то, что... Окей, ребята, спасибо всем. И спасибо за предложение. Я обязательно приду и покажу, что я умею. Я люблю драться. Я боюсь. Ты ничего не умеешь, я не видел тебя. Я умею, и я это люблю. Просто благодарю, ага, что... Это день. Я не отпускаю все свои силы на тебя. И я тебя вырублю совсем. У тебя тело смягкое. Нельзя было проголосить ко мне. Команда Мальчика, все вперед. Нельзя. То, что ты это сделаешь. Все, все, друг мой. Хорошо, организуем, договоримся. Нормально. Спасибо. Ну что, а еще один звездный бой остается. Думаю, да. В следующем турнире главный бой уже есть. Да, уже есть. Так что ждем. Санкт-Петербургтаги юртушларымызге Рустам Рахмоновтан кичкене тавсия. Бэм Би Кейк кампаниясадан аджоуип тортларды сыларгэ тавсия каламыз. Ушбу тортларды бізді промокод оркали Рустам Рахмонов каналдамыз деп. За касқысайлы, унфойз чегирмагега бұласлы. Харқыл турдаги торт мақсулотларны бэм мало хариткалычыңіз мумкейн. Хамайлар бұл ұмад и ұқымныштағы. Хамайлар бұл ұмад и ұқымныштағы. Хамнага салам алейкем. Мен Шабкет Фабдулла. Анжанулайады шарған шахрадамман. Сан-Петербур шахрадығы 2010-12 илкейі үммін ұшлайшымақсадады. Яштыгымдан тренеровка қыркелемен кәкбузым бүшін хардайым. Хазырда, менің қойыр болып, үшіншің үшірінің үшін үшінің үшінің үшін. Максим кулдаш құрыл бұл ұмаксулын да, түрін үшінің үшін 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 үшін. Субтитры сделал DimaTorzok Мол, еще он, 2 килограмма. Двигаемся дальше. Дивидная битва продолжается. Накаляется атмосфера. Бои становятся все любопытнее и любопытнее. И нас ждет бой. Обдуважена Шавкатова, бойца из Узбекистана, из города Шахрихан. 28 лет, весовая категория до 66 килограмм, 170-20 метров рост. Судя по тому, что я вижу Максима Кулгашева, представляет он максимум стим. Очень много бойцов сегодня из этой команды. Парни двигаются. Команда растет. Приходят победы. Первые, но не за горами и следующие. А там, глядишь, чемпионские пояса подъедут. А в синий угол, какого приглашается его соперник. Причета, Исламжат! Хусанов! Меня, Хусан Исламжан. В 1996 году я иду. Я был в 2017 году на Россию, я работал в стране. Я работал в стране в стране в стране. Я работал в стране в стране в стране. И человек с трудом уничтожил. Я военная борьба с кара в стране в стране в стране. Рустам Рахман, Инстаграм, Сахифасты, Шиерлер Ченг, Кузят, Борадым, Миям Зейлина, Тащадым, Зейлина, Кабул Кылышды, Менге Кастин Болды, Кастиндан Уттым, Менге Сапирник Веришды, Сапирникам Нормальный Байест, Сапирникам Омад Делеймэн, Куда Холаса, Яхши, Бой Курсатчике Хрэкет Кыламыз, Хаммэг Омад. Соперником Абдулажонов станет Хусанов и Сламжон, также из Узбекистана, только из города Андижан. 24 года, 176 сантиметров в росту. Так, представляю вам бойцов данной пары. Спроводный бойец из красного угла. Он из города Шахрихан, Узбекистан. Возраст 28 лет, рост 173 сантиметра. Приветствуйте! Абдулажон Жавката! Слева от меня боец из синего угла. Он из города Андижан, Узбекистан. Возраст 24 года, рост 176 сантиметров. Приветствуйте! Исламжон Хусанов! Рефери в октагоне Владимир Балан. Бойцы, мы в середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, право мы нарушаем. Головой не бьем. В затылок, в позвоночник, в пах не бьем. Локтями в голову не бьем. Коленями в голову работаем только в стойке. Соседку и предчатку шорта не хватаем. В партере работаем 30 секунд. Покажите красивый бой. О, боже мой! Попоняток сетки. Пытался сейчас на бросок вырвать. Еще одна попытка. Цепляется за сеточку Исламжон. Но ему это не помогло. Шавкатов его таки перевел в партер. Залез. Но... И приходится Хусанову сейчас его мужественно выдерживать там. Чтобы не допустить еще большего урона для себя. Сейчас закончится время, отведенное на борьбу в партере. И бой у нас вернется в стойку. Все, Владимир Балава поднимает бойцов. Продолжается поединок в стойке. Положен вызывает на более открытый бой своего противника. Пытался пробить ногой, но попался на захват. И сейчас возможно будет тейкдаун. Положен всеми силами старался вырвать эту ногу. Получилось. Накрывает сейчас на своего противника. Кто сразу же пытается завязать эту плотную борьбу в партере. Возможно пытался свипануть даже. За счет сетки прям от нее оттолкнуться пытается. Вообще, это удары по затылку, если честно. Он сейчас сломжен, это прям видно. Начинают, начинают разъярят своего бойца. Все, разведка боем закончена. Пора пускать вход в весь свой арсенал. Попытка лаутика такая издалека. Прошла она. А вот и сломжен отвечает жестко. И точно. А что-то сейчас и сломжен пропустил жесткий удар. Отдает шею. И еще ноги сейчас даст заправить похоже. Да. А вот это шанс. Да, сдача сразу же. Вот очень четко обвяжен. Затаскал, затаскал. Знаете, как паутину свою жертву. И все, это капкан. Из него ты уже не вырвешься. Здорово отработал в партере. Получаю сразу же поздравление от Максима Кулдашева. Хорошая победа для Шавкатова Абдулла Жона. Итак, бассейн на середину. В этом бою. Победа, улучшающая приема, мы держал боец. Из красного угла Абдулла Жон Шавкатова. Ислам Жон, ну что, нет побед без поражения. Даю тебе слово. Передай привет. Расскажите свои эмоции. Благодарю вас. Субтитры делал DimaTorzok 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 Представитель Кыргызстана, Мамаразиев-Надирбек, из города Кизилкия, 21 год, весовая категория легкая, до 70 кг, 178 см роста. Дима Торзок Дима Торзок Оба парня пока рекордов не имеют в смешанных единоборствах, но думаю, что в боях они далеко не новички. И так или иначе, ринг, татами, борцовский ковер им известны с детства. Ну а если такая же ситуация и у вас, дорогие друзья, то четвертый отборочный этап вас ждет, ждет в Москве. А для этого нужно заполнить анкету, прислать ее по указанному адресу, который будет в описании к данному видео. Приехать, пройти кастинг и выступить. 3D пояс ждет своего чемпиона, пояс чемпиона львиной битвы, а также солидный денежный приз. Итак, представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня бойц из красного угла, из города Кизилкия, республика Кыргызстан. Его возраст 21 год, рост 178 см. Приветствуйте, Мамар Азиев Нодирбек. А слева от меня боец из синего угла, из города Антиджан, Узбекистан. Его возраст 23 года, рост 170 см. Приветствуйте, Акрамбек Хайдарнов. Вредили в аккороне Владимир Балах. Боичу на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, право не нарушаем. Головой не бьем. Затылок, позвоночник, пах, не бьем. Локтями в голову, не бьем. В голову, колени, можно бить только в стойке. Заседки, перчатки, шорты не хватаем. 30 секунд, работаем в партере. Покажите красивый бой. Ом, от Бога. Итак, Мамаразеев Надирбек из Кыргызстана против Хайдарова Акрамбека из Республики Узбекистан. Начинается у нас поединок. Проверяет джебом защиту своего оппонента Надирбек. Акрамбек всаживает внутренний лоу, отвечает ему сразу же, боится с Кыргызстана. Хороший удар коленом, сейчас на скачке удается Акрамбеку. Там была попытка прохода в ноги, нарвался на нее как раз Надирбек. Подхватывает сейчас шею на гильотину Хайдарова. Хороший плотный захват. Пытается выдержать его сейчас Мамаразеев. Но сдаётся, да, быстрый стремительный бой. Чёткая победа, не оставляющая никаких сомнений. Поздравляем Акрамбека Хайдарова. Это было очень быстро и стремительно. В этом бою, в этом скоротечном бою победу одержит боец из Узбекистана Акрамбек Хайдарова. Акрамбек, слушай, я тебя поздравляю с уверенной победой. Просто я видел, как ты был заряжен и выходил, что на взвешен, что сейчас. Расскажи вообще свои впечатления, эмоции и, может быть, скажешь, с кем бы хотел еще подраться. Да, я могу еще подраться, если соперник меня против. Не безнадься, кто меня против. Я готов драться. Я хочу еще сказать, альхамдриллах, эта победа посвящается в Братве. Салам алейкум всем. Балкон! Абуши, спасибо. Слушай, ну что, мы ждем от тебя новых побегов, новых боев. Удачи тебе. Следующий бой будет мощным. Я это чувствую. Я это знаю. Я тебе верю. Тыкат-тыкат, Санкт-Петербург, шахрадаги, юрттошларымыз үшін, энг-ишоншылый авиакасы, Рахмонов авиакасасы. Манзыл, Санкт-Петербург, шахрадаги, метро, проспект, проспешение, ионадаги торговый центр, норд, 2-й этаж. Манзыл, Санкт-Петербург, шахрадаги, метро, шахрадаги, ешо студии, нефтья дифирию, а нефтьют. Он там улетит. Он улетит отlit. Ух, you, вот он я pueda питаться. В общем, он рябал, он и он, а вот и в slopes-то. И вот он Let's Rafeu, и он ест в록мон вgas. Вьетнам tentangledг, а нефтья нет тех кто-то. А мы двигаемся дальше и переходим к нашей следующей паре весовой категории до 77 килограмм. Жесткие парни. Очень жесткие. Из красного угла я хочу пригласить бойца, представляющего Узбекистан. Встречайте, Аскар Фозилов. Здравствуйте, меня зовут Илья, я являюсь тренером Бехруза, нашего бойца, нашей федоровской команды. Поезд пришел к нам не так давно, знаю тоже не очень давно, но сейчас он в данных моментах тренировок вам покажет хорошие результаты, очень хорошо старается и надеюсь, он выступит достойно на вашей лиге. Саламу алейкум, меня зовут Фозилов Аскарбек. Салхандария, Голай Аты, Шеребат Туман, да тул генма. Я учтегымдан, милли кураш билан шоу лан генма. Узбекистан, тренерларым, Рашидев Толмасака, Арсен Султанов, Розив, Шавкат Панжевич. Я учтегым, саламу, тренерленький, я учатый, я учатый, я учатый, уйденный. На моем competeе, на моем курашке, на autocонавчатый, я учатый, я учатый, я учатый. Львиная битва, третий отборочный этап на ваш экранах, дорогие друзья. И видим мы, как Аскар Фазилов из Узбекистана, город Суркандаря, выходит к клетке. 26 лет ему, весовая категория 77 килограмм, 175 сантиметров росту. Рустам Рахмонов создал львиную битву, чтобы найти талант и дать им шанс. А сейчас он в Санкт-Петербурге в очень скором времени откроет спортивный зал. И эти самые таланты могут получить свою огранку и стать настоящими бриллиантами в мире смешанных единоборств. Следите за новостями, дорогие друзья, зал будет очень скоро открыт. А в среднем углу Этагона приглашается его соперник из России, Республика Дагестан. Встречайте бойца, представляющих Орлов, Тим и клуб Фитцент, Магомед Абдухаликов. В Мурчахта Абдухаликов Магомед, Россия, Дагестан. Игорь Майош, есть мещер в килограмм. Всем ассалам алейкум, меня зовут Магомед Абдухаликов. Родом из Дагестана. Приехал в Санкт-Петербург в 2018 году на заработок. Работаю, тренируюсь. Алхамдулля, получается все. Мне 20 лет. С родом я из высокогорного аула Чумадинского района, селена Гако. Тренируюсь так чисто для себя. Решил выступить. Дали такую возможность выступить, заявить о себе. В детстве я занимался тайским боксом. Перешел на ММА. Вольной борьбой занимался. Пару месяцев чисто для техники, можно сказать. 10 марта все вы увидите сами, друзья. Балеты за меня. Увидел там в инстаграме наш Мудин в сторисах. Видел там, ему писал, как можно попасть в Лигу. Так далее, возможность выступить, заявить о себе. Спасибо ему большое, конечно, огромное. И также спасибо, кто меня верит, кто меня... Всегда кто со мной рядом. Это мой брат Мохаммад. Парни Партура Мохаммад. Сопернику желаю, конечно, без травм, чтобы подошел к этому бою. Спасибо моему дяду, который всегда поддерживает меня. Также моим братьям, близким, всем, кто верит в меня. Кто для меня всегда рад. Всем ассалам алейкум. Ну а соперником Аскара Фазилова станет Магомед Абдухаликов. Он из России, Республики Дагестан. 20 лет ему, 174 сантиметра взрослого. Представляет Орлов ТИР. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Приветствуйте Аскар Фазилова. А слева от меня баэз из синего угла. Он представляет Россию, Республика Дагестан. Его возраст 20 лет. Рост 174 сантиметра. Он представляет команду Орлов ТИР и клуб «Песц». Встречайте и приветствуйте Бангомед Абдухаликов. Рефери в октагоге Владимир Палат. Бойцы, на середину. Середину. Пожали. Внимательно слышим. Моя команда того не нарушает. Головой не бьем. Затылок, позвоночник, фах не бьем. Лотцем голову не работает. Голеном голову допускается. Работа только в стойке. За сеткой перчатки шарпа не хватает. 30 секунд дается аппетит. Покажите, красивый бой. О, мать, да. О, мать, да. О, мать, да. О, мать, да, что-то было. Давайте, прошу, мил. Итак, Аскар Фазилов из Узбекистана против Магомеда Абдухаликова, представляющего Россию. Поединок начинается. Львиная битва на ваших экранах. Третий отборочный этап. Сразу лоу-кик наносит Аскар. Магомед пока занял вжидающую позицию в центре октагона. Еще один лоу-кик. Избивает сейчас Магомед Аскаров партер. Пытался пройти. Да, и удается ему сейчас обойти гард своего оппонента. Подвязал ноги. Аскар пытался на гильотину захватить, но ничего не получилось. Абдухаликов пытается прорваться в маунт. Хочет он улучшить свою позицию, но не надо забыть, что всего 30 секунд на партер отводится. Да, да, да. Мосты, мосты. Делать, делать, разбивай. Фазилов пока что в халфгард закрывает своего оппонента. И закончено время. 30 секунд прошло. Бойцы возвращаются в стойку. Лоу-кик от Магомеда. Предложат он порубиться. Аскара от него просить не надо. Сразу отвешивает. Он несколько мощных ударов. Идет вперед и рубится. И Абдухаликов проводит тейкдаун. Опять завязывают тут ноги в стиле Хабиба. И забирается в маунт. Пытался сейчас Аскар смастить. Тяжелая для него ситуация. Пытался использовать он клетку, чтобы вырваться. Почти удалось. Но очень цепко Магомед сейчас сидит в маунте. Все, время кончено. Продолжается поединок. Снова бойцы в стойке. С ударом. Татал Свароса Арсен. И попадает в пах. Ой, Аскар, простите. И попадает в пах. Магомеду нужно время, чтобы восстановиться. Продолжается у нас бой. Аскар идет вперед с ударами. Дотягают они цели. Магомед вызывает его порубиться. И сам проходит ноги. Делает тейкдаун. Сразу же обходит защиту. В принципе рисунок боя понятен. Но сейчас так ударник с борцом схватились. Кафазилов неплохо защищается. И постоянно пытается из сложной ситуации вырваться. Магомед старается отключить обе его руки. Встает Фазилов. И завершен раунд. Субтитры подогнал «Симон»! Встает. Субтитры подогнал «Симон»! Видимо, что Фазилов не прочь полубиться Абдухаликов посильнее в борьбе будет Но при этом пока ни один, ни другой Чашу весов на свою сторону слонить не могут Ну вот призывают, призывают Как я понимаю, Фазилову биться в стойке Ну действительно, у него неплохо идет это Хорошие удары проходят, точные Но Кадил доходит до борьбы Все-таки Абдухаликов будет помощнее Посмотрим, кому улыбнется удача Хороший бой Очень техничный Снова-снова Магомед Пытается вытащить Аскарова на открытый бой И тот идет Идет с ударами Сразу же Абдухаликов его подхватывает в борьбу Пытается пройти в ноги Ну я смотрю, что вот раз Сам Фазилов пытается упорно пролезть в ноги Отдает шею Надвешивает несколько сильных ударов Точных Бьет по корпусу Опять заваливается в клинч Магомеду Ох, был момент сейчас Какой-то красивый бросок Не получилось У Фазилова Магомед Очень четко его сконтрил Казалось бы, оказался сверху Но нет Вот сейчас Фазилов Повернул ситуацию в свою пользу Ищет шею Находит ее Что, пойдет гильотина у нас в стойке? Ох-ох-ох Вот это захват Сдурел Снова Фазилов с ударами Пытается пробить Магомеда Но тот сразу проходит ноги Обрушивает своего соперника Опять на удушающий Сейчас Фазилов ищет Ну, видимо, что устал Магомед И вот на это усталость Фазилов пытался сыграть Не получилось Сейчас он будет выкручиваться Один раз у него это очень хорошо получилось Ох ты Ногами снял с себя оппонентов Фазилов Ну, Коль, ну что-то Магомед просто Ну, видимо, это удары сказались И выглядит он крайне измотанным Продолжается бой Зовут, призывая у биться в стойке Фазилова Где у него есть преимущество Удар Еще один Магомед пытался сразу пойти в борьбу Такой, что он очень устал Даже уже броски у него не получаются Фазилов его накрывает Это еще только второй раунд Как-то очень резко бензин кончился У Абдухаликова Прям неожиданно Казалось, что у него прям такой запас прочности И вдруг резко бах и все Фазилов не сейчас мог бы закончить этот бой Но у него тоже, видимо, силы не безграничны Абдухаликов выглядит просто кошмарно измутанным И надо было посмотреть потом на видео В какой момент так случилось Что Магомед вдруг резко так встал Я думаю, что все-таки сказались эти удары в голову Которые Фазилов наносит ему Раз за разом, вот как сейчас Опять пытается Абдухаликова сейчас в борьбу утащить Фазилова Особой опасности там сейчас нету Сил уже нету Абдухаликова на этом раунде Он старается продержаться до перерыва И ему это удается Ну что, сейчас нужно восстановиться И сейчас нужна ему, конечно, помощь у головух Которые должны вкачать в него Если человек настолько измотан Магомед, ясное дело, будет биться до последнего Ну что ж, команда его настроила Посмотрим, насколько у него сейчас сил хватит Это будет реально уже такой бой на зубах Фазилов драться-то готов У меня большой вопрос сейчас по форме Абдухаликова Пытается он сам пробить Уоу Позел такими размашистыми ударами пытается носить Абдухаликова, а тот ему отвечает Находится сила еще идти вперед, а Магомед Что ж будет-то в этом бою Он уже даже руки не поднимает, нога Он просто идет вперед и просто бьет лоу-кик Вот насколько у него сил хватает, настолько вот он наносит Молодец, упорный очень парень Ну давай, давай, рубиться будем Вот сколько сил хватит, сколько и будем рубиться Фазилов тоже как бы все-таки с аккуратностью ко всему этому относится Потому что он понимает, что это может быть какая-то замануха Абдухаликов сейчас сделает опять тейкдаун И третий раунд До свидания Бросается, но так как бы отходит сразу Нанес пару ударов, в борьбу не вяжется Понимаешь, Абдухаликов крайне опасен Еще хороший лоу Пока что такой сценарий Фазилову удобен Он просто ходит, отбивает ноги Абдухаликову Какую-то активность демонстрирует Получает баллы за счет вот этих ударов Все логично У нас уже будет самая концовка третьего раунда Обмен лоу-киками Ну и вот проход в ноги Абдухаликову Который он готовил весь раунд Который вложил все свои силы Накрыл его Фазилов Удастся ли затащить Абдухаликову под себя Аскара Удается Удается, это тейкдаун Болевой пытается найти сейчас Аскар для себя В этой ситуации, но Там и Болевой не будет Ну Абдухаликов весь выложился, я так понимаю, в этом проходе Снова стойка Какие-то секунды подышать Собраться Не, эти парни не отступят Сразу Фазилов идет вперед Зарядился Магомед на ударку Отвечает ему Аскар На такой усталость одного удара хватит Даже который попадет не так, чтобы сильно Вот на это даже еще силы остались у Магомеда Уважение оба бойцов Показали характер Все Поединок завершен Битва характеров Так можно охарактеризовать этот бой Судоваться никто не собирался Ждем судейского решения Ух, ну и жаришку навели эти ребята Магомеду сейчас, конечно, надо прям восстанавливаться Восстанавливаться Ну, молодец, продержался Всю дистанцию Аплодисменты Давайте пошубим Реально мощный бой закатили Ребята, давайте шум Да, я соглашусь Бой отличный Я думаю, бой будет очень удивленный результат Стоящий мужской бой Ну что, по истечении трех раундов Единогласным решением судей У нас Боевая ничья Объявляется ничья по решению судей Мощный бой Просто пушечный мощный Ну что, ребят, я понимаю, что не все могут быть согласны с решением судей Есть решение, оно не оспаривается Мы можем организовать реванш Есть, если будет вопрос Все нормально? Ну что, Магомед Блин, ты красавчик, мощный бой показал Расскажи вам сейчас свои впечатления о решении Как-то согласен, не согласен Хотел бы ты реванш? Главное, не победа Эту победу Хотел бы посудить Самый любимый дядя, который рядом сидит Я знаю, что он давал мне сегодня Я хочу сказать, поблагодарю Свой мой тренер Ему сегодня нет Какой проблема Его зовут Илья Спасибо огромное тебе, большой брат Я хочу сказать еще Это был Аскар Фосвилла И у нас следующая пара не менее тяжелая В весовой категории до 80 килограмм И в красный угол октагона Я хочу пригласить бойца По прозвищу Молот Курбанов Доньяр Бек Ассаламу алейкум, приветствую всех Меня зовут Курбанов Доньяр Мне 25 лет Базой является у меня бокс Живу и учусь в городе Самара Родина Узбекистана С города Хорезм Тренировочный лагерь у меня прошел среди друзей Среди братьев На что хочу сказать им огромное спасибо За поддержку За уважение такое И хочу показать яркий, красивый бой Что является очень важным для меня И главное, чтобы без травм Спасибо Лежит-лежит к сегодняшнему финалу Третий отборочный этап И у нас в клетку выходит Доньяр Бек Курбанов Из Узбекистана Город Хорезм По прозвищу Молот 25 лет ему 80 килограмм Боевой вес 180 сантиметров росту Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И соперником Даниил Ирбека Станет Абдулахатов Элёр Из Таджикистана Город Пуджан 28 лет Ему 179 сантиметров росту Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, представляю боецов данный парк Справа от меня боец из красного угла Он из города Хаварас, Узбекистан Его возраст 25 лет Рост 180 сантиметров Приветствуйте Боец по прозвищу Молот Курбанов Даниил Ирбек А слева от меня боец Из города Худжанш Город Таджикистан Его возраст 28 лет Рост 179 сантиметров Приветствуйте Элёр Абдулахатов Рефери в октагоне Владимир Бала Ожидаемый красивого боя Бой Курбанова Ирбек Из Узбекистана Против Абдулахатова Элёр Из Таджикистана Львин Эбитон И так Начинается бой И сразу же У нас вперед идет Элёр Мощный удар обрушит Но Несколько тут Не смущен Даниил Ирбек Отвечает не менее жестко Элёр делает красивый бросок Ирбек Ирбек пытается выбраться из-под него Жми Няксискай Крутись, крутись, крутись Жесткое начало У него личное Давай, 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 давай Давай, 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 давай Что-то мы не подключаем Через что Еще крутись Поднимай, поднимай верх Полу Поднимай Поднимай Это позиция Я никогда такого не видел В боях Поднимай полу Руку чини вверх Вверх сини Стоп Стой И борьба в портре Закончена Ну и Элёр, конечно Как и вихрь просто налетел На своего оппонента Хотел его снести Первым кавалерийским наскоком Еще лоу Жестко всаживает Просто на все деньги Лови его, лови Не торопись Матч Элёр проходит Еще один И опять пытается Элёр Снять своего оппонента Атакует Ну вот Начинает отвечать ему В ответ Бить Не смущают его Такие вот Наскокин Но тейкдаун Удается Сейчас вот в два хату Проходит он с ударом Пытается выйти в маунт Пытается Пытается Сверху Погтем не жмем На болевой на руку сейчас Элёр пойдет Стоп 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 Стойка Опять возвращает Владимира Балалова в стойку бойцов Бой Встал он, встал он, лови его прям. Давай. Встал, 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 боится. Нормально встал. Снова наносит Эллор. Еще один. Снова идет ноги. Тейкдаун. Он сейчас Шевел пытается найти своего оппонента Данирбек. Но в итоге заказается тем, что в маунт, то своего оппонента опять запускает. Не отпускай, давай, прижимайся. 15 секунд, 15 секунд. Не отпускай, не отпускай, не отпускай, я сказал. Молодец. Снова стойка. Снова стойка. Стойки нету. Все, первый раунд завершен. Так, а вот оттанка сохранная Эллора. Или уже более засчетливый он будет вести бой. Где-то он захватывает. Классный, красивый, амплитудный бросок проводит Абдул Ахазов. Снова в маунт. Сейчас будет стараться добиться своего оппонента. Ну это откровенно, конечно, запрещенное действие. Чем дважды. Тут сразу, без разговоров, Владимир Балалов достает желтую карту. Локтем в голову не бьем. Предупреждали, что и локтем в голову бить нельзя. А тут прям 12 на 6 были удары. Снова идет в борьбу. Сейчас Эллер-ка просто в мощном боковом. У нас здесь своего оппонента на выходе. Вот еще один бросок. Да, вот это бросок, дорогие друзья. Попадает на гильотину, но задушить это было бы большим чудом, не удерживая корпус соперника. Особенно учитывая, что явно не новичок в борьбе, а в локтем. Потому как он бросает. Сейчас он просто перетерпит. Стоять! Стоять! Поднимите! Поднимите! Тридцикунд! Тридцикунд! Он не вырывается, он сейчас силой экономит. Тридцикунд кончились. Стой-ка. 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 Стоять! Давай! Не решай! Казурик! В центре. Головой же надо. Бой! Стой! Да, вы, маленький. Стой-ка, вы, маленький. Стой-ка. Стой-ку-ш-ка. Стой-ка. Стой-ка. Иди-ки-ку. Андрюклам. Скорбай коленую! Иди-ка! Не спеши-ка! Принчай-ка! Еще один проход ноги от Эльёра. Еще есть тейк-даун. Пузырь. Взяв меня. Отпускай. И сейчас в принципе его ситуация к этому обязан. Он желтую карточку получил. Пытается на Нейрбек вырваться. Использует он для этого элементы клетки. Стоп, 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 стоп. А что мы делаем? А он вообще непоправильно. Что мы делаем? Видим, что Курбанов явно. Устал. За счетную лекцию какую-то прочитал Владимир Балала и Леру Абдулахатову. Но вторая желтая ему явно не нужна тут совсем. Надо как-то поосторожнее вести бой. Тем более, что все у него хорошо получается. Зачем самому себе сейчас проблему придумать на ровном месте? Все, второй раунд закончен. Сейчас будет перерыв. Ну вот пока что. Заканчивается время перерыва. Третий решающий раунд. Что-то будет, дорогие друзья. Лера занимает центр клетки. Готовится к атаке. Хороший удар. Еще один. Не пытается Нейрбек отбиваться. Пока ему это удается. Еще мощный удар от Лера. Казалось бы, потрясен был Данейрбек. Он так отработал навстречу, что аж отбросил он Абдулахатова. Неожиданно такой получился момент. Не вытекающий, казалось бы, из лоди происходящего. Но тут Элера даже сейчас паузу, мне кажется, берет на то, чтобы немножко в себя прийти, для того, что случилось. Бой! 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 Я для тебя в нашей стране. Например, не осталось. Курбанов начнет атаковать. Х cannon. Силы все-таки не беспредельны к третьему раунду. Они заканчиваются одного и второго. Даром пошел Кривот Элёр. Нормался на хорошую родину Ирбека. И сейчас... Сейчас пол вот похоже может свою игру сыграть. Да, вот здесь ошибся Элёр. Но все-таки дотянул соперника до партера. Накрыл его. Зашел сбоку. Стоп! Стой-ка! Измотаны, измотаны оппоненты. Сейчас нужны отец какие-то внутренние резервы. Собрать в улицу, в кулак. Надо закончить бой. И победу, как бы, из нас тут любой еще может добыть. Непонятно пока всю сторону. Качнутся весы. Но видно, что уже Элёр вымаснулся. Найс, он лоу. Идет в ногу. Вуалет оппонента. Пытается тут Даниэрбек на коротке работать. Но с такой позиции ты даже никакого не нанесешь. Серьезные ущерба уж тем более по корпусу. Элёр пока спокойненько тащит бой. Вторая решение в свою пользу. Кортит карту ему на золотокарточку. Но все остальные действия, в принципе, он делает верно. Стоп, стой-ка! И я думаю, что бой докатит. Если сейчас не слушать кого-то форс-мажора. И Молот не найдет себе силы нанести один разящий удар. Пытается, пытается он найти этот момент. Элёр это прекрасно понимает. Уже тоже он силы удара в соперника почует. Ошибся немного на проходе. Но все-таки второй попытки зацепил. Сделал еще один тик-даун. И на этом бой завершен. Все, бой завершен. Что, ждем судейского решения. Элёр выглядел явно предпочтительнее. Только единственное, что это ошибка на желтую карточку. Еще и вторую желтую он не хапнул. Просто на ровном месте. Совершенно которая не нужна. Которая могла бы ему так испортить. Всю обеднюю. Ну, решение вынесено. Ждем, что нам объявит Александр Метаморфоза. Итак, дорогие друзья. По истечению трех раундов в этом сумасшедшем, бескомпромиссном поединке победу одержит боец из Таджикистана Элёр Абдуллахатов. Элёр Абдуллахатов, поздравляем с победой. Дейдер! Дейдер! Всем ассалам алейкум! приветствую всех спасибо за организатором все-таки мероприятия которые можно будет красиво выявить хотелось больше показать что-то пошло то не так спасибо моей команде которые приехали из самара прям меня поддерживать благодарю про соперника могу ну не знаю что-то он нечестно играет естественно нечестно дерется два раза по локтям еще и красиво вообще мне кажется братка отбор проходишь велкам очень хорошо показал ну что я уже раз когда-то расскажи вообще свои эмоции впечатления привет муж передашка поблагодаришь миссия ассаламу алейкум ассалам сэм наше росту не гейли а дуста а калах а ведь это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наш брат в данный момент тренировочный лагерь прошел К сожалению, без нас мы не участвовали Но он показал красивый бой Вы согласны? Красивый бой Спасибо огромное за поддержку Мы еще придем, еще будем покорять Любое время К оппоненту, спасибо за бой Но хотелось бы, чтобы не было лишних движений, которые уже прописаны Спасибо Удачи, парни Рава Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok